ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Их толкает на это дороговизная лицензионная продукция. Ну, это, конечно, хорошее оправдание, хотя мы против похитителей вообще. С другой стороны, надо лучше присматривать за своим имуществом. У бдительного человека ничего украсть невозможно. Наша первая игра тоже рассказывает о пиратах, правда, не о компьютерных. Она называется «Буконьеры». Всем известно, что «Буконьеры» – это те же пираты, только названы другим словом. Говорят, что «Буканом» называется некое блюдо из мяса, изготовлением которого занимались охотники-промысловики, пока нужда не толкнула их на путь преступления. Действие этой игры разворачивается на просторах Карибского моря. Вы будете выполнять разные миссии, связанные с поиском морских сокровищ, захватом кое-каких городов и тому подобными мероприятиями. С точки зрения графического исполнения, игра сделана довольно неплохо. Морские просторы радуют глаз, суда плавают, пушки стреляют. Пушки-то стреляют. А что толку? Представьте, вот вам попался 30-пушечный испанский транспорт. Вы даете удачный бортовой залп, совершаете поворот «Аверштаг», бросаете крюча и берете испанца на абордаж. Команда сдается. Ну что же дальше? Захват судна? Да как бы не так. На экране появляется меню и вежливо спрашивают, на каком судне вы бы хотели отправиться дальше? На своем или на захваченном? В знаменитой игре «Пайратс» вы могли присоединить трофей к своей флотилии и отправляться дальше уже эскадрой. Здесь это невозможно. А что же золото и товары, спросите вы? Да, сокровища вы можете захватить, но только какую-то его часть, потому что не сможете загрузить свое судно сверх лимита, который невелик. Что же получается в итоге? После успешного боя вы уплываете, оставив неизвестно кому корабль с теми сокровищами, которые не поместились в ваш трюк. В ближайшем порту вы продаете награбленное. И выручки как раз хватает на то, чтобы починить повреждения, полученные в бою. Имеет ли это смысл? Нет. Лучше уж вернуться к честной жизни охотникам. В современных компьютерных играх часто используются сказочные персонажи. Вы не могли бы не свистеть? Извините, пожалуйста. Правда, раньше никто не задумывался о том, у кого, например, больше хит-поинтов. У Костяного Дракона или у Циклопа. Вам что, делать нечего? Простите, я больше не могу. Все эти подробности желающие могут узнать из игры, которая называется Heroes of Might and Magic – Rise of Loyalty. Да вы что, издеваетесь надо мной? Извините, больше не повторится. Не повторится? В нашу эпоху триумфа игр в реальном времени немногим пошаговым стратегиям удается выжить. Герои магии и меча как раз и относятся к таким. Все дело в удивительной атмосфере, которой пронизана эта игра. Притом можно никуда не торопиться, поскольку пока вы не сделаете свой ход, противник даже не тронется с места. Это позволяет совершать меньше необдуманных поступков и больше обдуманных. И так вы очутились в сказочном королевстве. Вам нужно расправиться со всеми противниками и восстановить мир и справедливость на этих землях. Интересно, что традиционное деление на добрых и злых сказочных персонажей здесь не действует. Вы, человек, выступающий на стороне добра, можете командовать армией, состоящей из упырей, скелетов, мелких бесов и оживших покойников. Так вот откуда эта музыка, Вуду Пипл! Ожившие покойники! Войска вашего зловещего противника, напротив, могут включать в себя прекрасных фей, сказочных единорогов и великих титанов. Поначалу это слегка удивляет, но опытного игрока такими вещами, конечно же, не смутишь. А кто сильнее всех? Титан с молниями. Но знатоки предпочтут отряд черных драконов. За драконами следуют циклопы с огненными глазами, ну и так дальше по ранжиру. Что касается вашей алчности, то ее должны удовлетворить золотодобывающие шахты и сокровища, разбросанные просто так. А деньги вам понадобятся. Недаром игра называется «Цена верности». Мы неоднократно утверждали, что наступила эпоха игр, сделанных в жанре реал-тайм стратегии. Мы ничего подобного не утверждали. Но это не важно. Тем не менее, она наступила. Одна из самых интересных и красочных игр, которые появились в последнее время, называется «Age of Empire». Имперская эпоха. Кстати, мы можем показать вам портреты игроков, которые добились наибольших успехов в этой игре. Здесь мы remover, Глава этого проекта, человек по имени Брюс Шелли, очередной раз заставит всех подумать о том, что техническое совершенство – не главное условие популярности той или иной игры. С технической точки зрения, Age of Empires не представляет из себя ничего особенно революционного. Игра Total Annihilation, о которой мы рассказывали в одном из прошлых выпусков, несет в себе куда больше революционных идей. Но какой из проектов окажется более удачным в целом, об этом еще можно поспорить. Age of Empires привлекает игрока интересным сюжетом и веселыми картинками. Неизвестно, где учился Брюс Шелли, однако он, кажется, разделяет близкие нам представления об истории, как смене одной общественно-исторической формации другой. В течение игры вам придется пройти от первобытно-общинного строя до Железного века. Всего где-то около 12 тысяч лет. Интересно, что смена формаций происходит буквально на глазах. Штурмуете вы, к примеру, вражеское поселение. Желаете его сжечь и разграбить. Дела ваши идут успешно. Как вдруг у них меняется общественно-историческая формация, и ваши противники внезапно оказываются вооруженными металлическим оружием против вашего каменного. В такой ситуации главное не запаниковать и бросить все наличные силы на усовершенствование своего общественного строя. Потому что нет для врага страшнее демонстрации, чем смена у нас исторической формации. Особого слова заслуживает AI, то есть искусственный интеллект, орудующий в Age of Empires. Он действует необычайно разумно, что становится ясно с первой же миссии. Теперь ему доступны обходные маневры, удары в спину, провокации и даже трусливое бегство. То есть все те грязные приемчики, которыми раньше могли пользоваться только люди. В результате воевать становится очень сложно даже игрокам, закаленным Warcraft'ом и Command & Conquer'ом. Если дело и дальше так пойдет, то скоро компьютеры поумнеют настолько, что им станет скучно с нами возиться. И они начнут играть друг с другом по сети. Очередной выпуск нашей программы заканчивается. Мы прощаемся. Сохраняет вкус. Ответ прост. Благодаря новым заменителям сахара, вкус каждой подушечки сохраняется.